привет всем любителям пошаговых стратегий продолжаю смотреть на как изменяется old world прохожу продолжаю прохождение за древний рим который наверно уже можно тут считать империи кстати можно обратить внимание вот раньше всех этих моделек культурных зданий в принципе не было не все были одинаково а вот для светилищ моделях так и не завезли до сих пор шаблоны собственно везде одинаковые хотя разные святилища стоят но они одинаковы ладно в любом случае мне кажется нам что-то надо делать с армией и надо бы в антиуме начинать просто клепать армию думаю может мне еще правда барак поставить хотя бы один но это рабочим делается это не городом эти просто глянем какая в принципе у нас тут армия или или можем даже глянуть как тут происходит битва карфагена с египтом среди сколько у них тут войск и вот у нас союзник в принципе египет я могу видеть какие египет еще и с вавилломом воюют значит смотрите у нее раз два три четыре пять шесть семь восемь 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 топорщиков раз ну лучник всего лишь один я смотрю . она 8 топорщиков предположим раз два три я вот этих с виллами не считают ополчение их лучше не делать я мне так кажется это опять когда нету возможности постройку что ополчение строится за деньги извиняюсь за еду армия нормальная строится все-таки за военные очки и ресурсы хотя среду еще больше всяких появилось возможностей общаться видите тут происходит общение не при открытии окна лидера цивилизации а вот если нажимать на тот же кстати вот я могу ему ей послать драгоценные камни нажимая на город по идее я да могу даже драгоценные камни и моим семьям посылать я так понимаю да но видят каждая семья у нее какой-то определенный это тут видел что у них определенные какие-то кстати юли юли уже перешли в иудаизм это в прошлой серии было где-то было написано вот котел клавдиев быстрее специалисты делаются что может быть а это одна из моих амбиций 20 спецов сделать это какие именно фермеры лесорубы камнетесы шахтеры вот интересно этом миду это какой у нас специалист будет считаться а ну садовник этим как раз три хода делать это очень быстро то есть в этих городах наверное рыбака стоит или камнетеса лучше вот здесь а тут у нас что вообще с какой-то тут да у нас тут мрамор давайте еще сюда тогда спеца определим в очереди а этот дисайпл у нас легализм принят это один из одна из амбиций тоже так вот продолжаем считать армию египта чтобы примерно хотя бы такую иметь раз два три четыре пять пять пикинеров то есть хотя бы штук 20 я так понимаю мне надо юнитов а у меня на самом деле раз два три четыре пять топорщиков кстати но можно еще троих доделать и закончить на этом а вот шестое это еще не апнутый просто шесть воинов четыре арчера считать но тоже не апнутый просто давайте два топорщика наверное поставлю в очередь все же по три по три два хода строится но тут уже топорщики выгоднее стать по что все равно и что я воина ставлю и один ход мне апать их как раз у меня 200 есть железо вот так в очереди поставлю отлично так где-то я могу вот этого парня давайте апну в лучника есть у нас дерево дальше что у нас тут по городам тут у нас сидят юлии а что за проект у них декри странно почему это что в солице только дают а это когда когда один из семьи как понимаю хотя бы губернатор кстати до сих пор нету никаких да у нас вас почему-то у юлиев нету никаких вот людей чтобы губернаторы определить так это у нас сама прокачивается здесь ай стоит так а тут тогда продолжаем какие-то проекты архив второго уровня закончился фестиваль провести снизить или ну денег как бы и так дофига хотя денег никогда много не бывает давайте трежери потом фестиваль как бы проекты но они потом действуют тут можно навести пять проектов у меня работает то есть это все вход что-то дает акваритиуме у нас город клавдив спецов я посадил больше пока не могу через два хода я смогу сюда в шахту давайте тогда проект 5 ходов может побольше рабочих то давать наверно рабочего сделаю так капуя здесь тоже надо наверное юниты строить давайте прачников у нас военный город опять же фабиев я все беспокоюсь что на меня тут еще ассирия может напасть это мне очень сильно беспокоит так 28 приказов у нас добиваем это стреливает достреливает так с нашествием справились этих нервными я был час кстати с нумидийцами уже мир заключал честно говоря потому что ну вот туда я не попрусь за горы сколько вообще городов вот сейчас и того пока 8 8 городов будет 9 да тут персы держат как раз как эти в прошлой серии с персами встретился давайте глянем вот у ассирии сколько у ассирии 12 блин метки такие территории тут странные хотя вот соль есть и надо наверное придется все-таки воевать и там заселять ладно сейчас я подумаю тут я дорогу вел собственно заканчиваем дорогу тут я добавил лаванду лаванда горная лаванда наших встреч с тобой какие-то цветы так тут лесопилку не рекомендуют тут ферму ну не знаю гости блин не на знаете что мне надо открыть здание собственно на цивика меня просто открыты здания всякие странные ферма шахта то есть мне надо вот эти городские здания строить амфитеатр плюс 20 процентов находящимся рядом коттеджу интересно что значит увеличивает торговую сеть у меня торговая пока только с египтом есть один коттедж на культурный уровень блин я бы конечно вот на этих местах катя раньше коттеджи еще клетки добавляли сейчас я смотрю не добавляет но становится может его поставить реально ну то есть поставить вот тут коттедж а здесь тогда вы знаете не хватает тут меток как в шестой цели вот сюда коттедж поставила тогда сюда влезет амфитеатр как раз будет 20 процентов давать сюда хотя ладно давайте построим а ведь у коттеджа тоже нету модельки пока строится ладно так и тут двое были достроили может и здесь тоже кстати коттеджи а ну и амфитеатр правда пока одиона нету но они тоже дойдет он тоже до 20 процентов потом можно будет амфитеатр построить ну шахт тут уже достаточно они так уже дают эту хотя всего 29 лет когда номер шахты продолжим что это у нас будет шахтерский городок это лечится там еще один рабочий всего отправлю ну вот тут соседству видите тут 10 и 2 будет давать но я тут наверно тоже в руку хотя блин это городские кварталы вот тут надо где-то специалисты еще организовать и то есть и сделал специалист вот эту эти клетки добавятся вообще даже по моему клетки могу покупать у меня способность моего лидера поэтому работает так но мне надо юнитов полечить пока пропустим пустим пока железа нету для апгрейда этого сюда лечим все остальные вылечены да и у меня три приказа этот стоит видите лучники не получают в бараках опыт потому что у них отдельное здание есть но зато в этом светилище получает поэтому я его сюда поставлю просто один уровень дам опсу пустачков военных у меня дофига и один приказ остался давайте наверно этого вот так поставим просто посмотрим что тут да тут хороший город был бы но уже персы заняли а ну теперь конец хода будем надо армии больше строить я буду больше армии кстати и нужны тогда шахты потому что куча идет на содержание юнитов на самом деле куча железа так моя племянница получила плюс один дисциплине вот это я посылал кстати моего посла по моему 100 цивиков потратил чтобы было торговое соглашение со сирией хоть какое-то и плюс 40 отношения хочу не хочу со сирией воевать так у нас два варианта либо мы получаем 30 еды но отдаем три приказа либо опять же 30 еды блин но науку блин мне и то и то надо а еда мне как раз не нужна ну надо торговать я бы конечно давать наверное приказы все таки наука важна так губернатор антиома получает так давайте глянем что тут антиом какие у него тут какие у него тут значит он либо копателя получает все не копатель это делвер блин короче все каменотесные мастерские плюс 20 процентов даже плюс 50 процентов выхлопа потому что он губернатор либо плюс 50 процентов все шахты у меня тут в общем я тут и шахты есть ну такие и каменотесные блин на самом деле так себе прокачки что одна что другая ну наверное все таки на шахты надо взять потому что камнем вообще плюс 100 идет и тут я несколько шахт все таки еще сделаю скорее всего ладно давайте на шахты плюс 5 стало было 31 стал 36 так ну вот наш посол закончил миссию по а вот кстати блин то есть ассирия предложила теперь еще не подождите я столько что взял какую-то торговлю еще раз опять за еду то есть ту миссию просто ассирийцы предложили а это уже наш посол организовал вот чеш блин ну и давайте цивики торговать 90 еды вход так у нас там должен был появиться вот этот парень давайте легализм в общем то это вот основать еврейский легализм все монастыри плюс два цивика вход но монастырей у нас нету то есть нам надо бы монастыри начать строить но зато выполним одну из амбиций ну и соответственно исчезает парень легализм теперь вы известны как великолепный выполнили амбицию три амбиции выполнены из десяти исповстанить религию на 8 городов опять же странно это похоже вот видите амбиция что вручную потому что так то у меня религия уже раз два три четыре пять а вручную я реально только на два распространял ну в египет надо наверное принести ну вот слушайте вавилон в атаке тут то египет карфаген вроде как отбил а вавилон там в атаке так ну и музей я уже смотрел там нужен камень и дерево я пожалуй вот я последнего лучника апнул и теперь надо будет дерево копить там 400 дерево надо если я ничего не путаю и вот здесь я по-моему хотел его строить там прикольное чудо на самом деле 400 дерево 800 камня ну камня думаю по 100 вход точно будет а вот дерево на 61 вход тоже примерно через пять ходов по идее должен смотреть я не буду ничего тратить ни камень ни дерево он дает 4 науки вход за культурный уровень то есть в египте он будет давать 12 науки а видите требует центр посетство с центром города так что вот здесь только мы сможем поставить и уровень культуры сильный но это у меня есть пять тысяч денег требуется все ресурсы вот прямо сейчас купить будет строиться 15 ходов но если я могу объединять своих рабочих что вполне возможно и быстрее построиться так еще фабиев давайте пожалуй форум пока рабочий тут у нас есть и начнем наверное сразу это раз гарнизона а потом бараки построю гарнизон опять же требует камень да да и доделаем приятные пряности благовония так и военные юниты пока тут стоит апну а не хватает пока железа ладно все таки шахты нужны мне постоим так генералы какие то есть но пока пока не хочу их добавлять неизвестно коником может быть подъеду так это стоит тут тоже получает уровни лечится как пропущу лечится 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 так сейчас у меня дофига приказов осталось ну что отправиться туда с новыми идицами разбирать я бы пока постоял так давайте наверно коника переведем или коником поскакать еще посмотреть что тут еще есть странно я оставил еще шесть племен вот таких минорных типа нумидийцев но только нумидийцы встретились неужели всех остальных компьютер вынес вот мне нравится что тут в олд ворлде видите карты не обязательно там идеальный квадрат то есть такие вот вещи где невозможно быть не могут не могут юниты ходить именно сюда поскачем посмотрим а как у нас вообще отношения с Вавилоном так у нас отличие отношения с Египтом очень неплохо так улучшились с Ассирией а Сирия с кем воюет Сирия ни с кем не воюет мир конкретный с Персией со всеми остальными перемирия может как-то предложить ему мир ммм давайте просто в мир типа мы можем еще и что-то платить за этот мир вот так вот просто ну 200 цивиков стоит конечно ну давайте попробуем да опять несколько ходов требуется так вот теперь греки меня беспокоят персы ну не думаю что она прям решится нападать ну а Карфаген и Вавилон за Египтом возможно в какой-то момент нам имеет смысл и блин может все-таки сюда понимаете военные юниты плохо используют как разведчиков они очень мало территории открывают а давайте сюда переброшу то есть лучше лучше отправлять посла как бы или спаймастера по-моему спаймастера внедрятся в цивилизации чтобы открыть полностью карту давайте наверное так грека мы открыли давайте Вавилон 500 монет стоит ну почему нет кстати 19% шансы во всех а нет 19% не так шанс 58% 23% что мы территорию откроем но ухудшится ну то есть территория будет открыта в любом случае да и 20% ну снижите легитимность и плюс 10% за каждую мудрость видите нам шпионов надо мудрых сажать и 19% что еще произойдет какое-то событие и вент ладно давайте в Вавилон отправим 3 3 хода будет открывать территорию и еще 2 юнита а кто еще у Василия интересно сосед может быть только если карфаген да то есть в принципе ассилии кроме меня и воевать не с кем знаете может вот сюда подойдем на всякий случай потому что ну могут просто вот в эту дырку юниты какие-то лезть так 7 ходов что может канцлер у нас сделать дать дать подарок семьям усмирить город да но для этого теха нужно определенная ну что это не метод по моему со всеми моими ребятами хорошие отношения ладно видимо стоит ходить заканчивать ход да 7 приказов осталось конечно дофига четвертый уровень беспорядки беспорядков но да да эти минус 15 процентов надо что-то думать минус 15 процентов ко всему на четвертом на третьем уровне минус 10 надо как-то в риме и в антиуме что-то решать со снижением уровне недовольства уровне недовольства это уровень недовольства назовем так а чё я открываю вообще булавочников о как я и говорил видите да блин уже кто-то музей начал строить это амбиция провалена ассирия музей перемирие Греции и намедийцев жена короля заболела так 8 генералов 6 губернаторов захватить давайте 6 губернаторов попробуем выполнить причем двух я не могу посадить просто то есть 3 уже сидят да двух не могу посадить потому что почему-то среди юлиев нету никого сейчас странно как бы это вот надыбать себе да жалко музей кстати прикольное чудо было жалко жалко так это я хорошо конечно сюда пошел я вот думаю даже наверное этим лучником тоже на помощь а эту территорию будем вот этим юнитом держать так что мы там с рабочими построили вообще надо бы тут тоже гарнизон делать мне почему-то тут рекомендуют но я бы рядом с горами строил конечно каменолом не гарнизон я бы здесь поставил ну в гарнизоны можно собственно и сажать когда вы поставите гарнизон тогда можно губернатора в город определять так шахта есть опять мне рекомендуют а тут гарнизон построен и даже губер есть так это у нас Клавдиев ну тут фермы надо очевидно вдоль реки фермы фермы опять же больше будет давайте посмотрим что другие рабочие делают пока не хочу начинать там ферму кстати видите здания добавляют территорию сразу ну давайте тут мне конечно стронхолд рекомендуют но я бы коттедж построил блин тут каменоломник конечно классно тоже была бы блин прям сомневаюсь прям сомневаюсь ммм порты ну порт тоже классно но именно картография пока не открыта правда тут ферму я оставлю да мне надо открывать какие-то здания на вот эти на культурное у меня только вот эти на культуру есть то есть мне надо библиотеки открывать да чтобы науку шла особенно суд мне нужен на цивике ну бараки да наверное все таки стоит ну правда витя вдоль реки плюс 10 будет денег давать но тут я бы тут поставил коттедж просто ускоряем чтобы быстрее все было так 7 приказов тут коттедж построен нет у них модельки на коттедж как видим просто нет лесопилку делать может дороги просто провести я понимаю что у нас реки как дороги но есть вот в этих местах где нету рек просто чтобы была возможность быстро перемещаться давайте наверное в этот город пойду бараки делать вот тут например а подожди я не смогу бараки когда рядом нету других городских улучшений это наверное здесь видите вы не можете просто застраивать клетку надо чтобы рядом был хотя это логичная штука и тогда бы вот если в 6 циве тоже вы район не можете ставить не рядом с другим районом в принципе то есть тогда бы города немножко логичнее ну мне так кажется развивались тоже помогу и у нас два приказа и один рабочий так а военные юниты я бы тут наверное а вот этого вылечить и вот этого вылечить ну вот и приказы использовали в принципе да у меня два торговых пути со Сирией мне кажется он откажется как бы мир заключать то есть только за какие-нибудь деньги скорее всего у нас слишком слаба армия о наш сын глава римского язычества блин минус один к храбрости получил из-за этого ага никогда ну вот то есть мы послали предложение мира за сколько за 200 цивиков я уже не помню и никогда ну это на самом деле никогда слишком сильное слово просто в данном случае у нас армия слабее и отношения не такие хорошие ладно открыли булаву тоже можно апгрейдить кстати дальше дальше фаланги не открытые бесплатный ну кстати вот видите я поставил куда-то идти забыл куда к чему ведет это теха а к библиотеке между прочим и возможность воровать техи а и тут да да давайте фалангу сначала суды мы открываем а потом о королева умерла он уже старенький в принципе 61 год так великие ученые из правления перцев пришел к нам что ища помощи для проекта она хочет построить высокую защитную стену как наши но ищет короче каких-то фундаментальных знаний среди наших ученых видимо должны ли мы помочь персам то есть мы открываем им тех теху персы теху стены и получаем плюс 40 отношения с персами итак минус ладно давайте откроем конечно каким-то я миролюбивым римом тут играя но у меня просто тупо сейчас нету армии я только начал его делать так тут что-то по поводу нашего альянса у них новый король во-первых появился король хуфу новый и он хочет как бы продлить наш альянс но только при условии того что мы типа ценим наши эти специальные отношения то есть либо 960 монет ему дать либо просто снизить 6 легитимности ну либо закончить альянс я вот думаю я вот думаю Египет все-таки в двух войнах находится решится ли он нападать на нас я бы мне кажется то что да видите торгуем торгуем то есть то что мы с ним в альянсе это снижает отношения с тем же карфагеном и вывел давайте наверное мы закончим наш альянс нафиг он нужен и мы перестали видеть территорию Египта так так прокачаем эти события произошло из-за того что мы открыли теху определенную то есть и новое оружие как бы стали производить и вот наш наследник принц Валерий выглядит выглядит хочет повернуть топор против наших врагов так ну я бы его на губернатора все-таки прокачивал вряд ли защита видите защита городам плюс 20 процентов вряд ли я его буду генералом использовать так духовная духовная связь сообщение от Шамши Адада король Оссирии истории о дикой римской нации достигли правления Оссирии никто не может править если он не видит луча веры требует короче хочет чтобы мы за астризм приняли государственные религии фигово фигово ну нам придется отказываться потому что ну мы можем как-то поприветствовать просто за астризм он распространится в городе но религии не станет давайте наверное вот это давайте сделаем чтоб там совсем уже не портить отношения так значит тут я хотел ферму так тут я бараки достроил давайте еще строить или подождите это бараки да это бараки тут собственно стоит у нас топорщик вот этого давайте еще апнем блин блин мы уже можем и в булаву апаться между прочим и давайте тогда до булавы дождемся так гарнизон нужен ну я бы блин на месте леса ну ладно давайте ну ладно давайте блин хочется гарнизон в сторону ну соперников строить правда тут я не смогу тут бараки ну что просто она дает плюс 20 процентов сил давайте наверное я вот здесь а тут я пока не смогу потому что не соседствует с двумя клетками города потому что не соседствует с двумя клетками города вот здесь наверное вот здесь барак действительно а потом здесь гарнизон так винишко добывать начали давайте тут вот конечно специалисты нужны апгрейд против поврежденных юнитов и стоит получает опыт так ну что тут нумидийцы пытались о крит прошел пытались к нам пробраться в тыл грязные нумидийцы мне нужно где-то еще поселенца давайте мы в аретеуме поселенца сделаем 8 ходов а в столице нет в столице нам спецов надо строить этим десайплом я наверное монастырь построю что у меня уже есть по-моему храм и монастырь ну это конечно плохо что они сразу исчезают то есть мне не хватает просто юнитов не хватает строить все эти религиозные построения на стройке глянем иудаизм распространен в шести наших городах а вообще насколько он распространен пока непонятно а вот тут зороастризм наши города два другие шесть то есть восемь городов язычество в четырех христи блин самое интересное что три религии основаны у нас каким-то образом я это смог сделать ну иудаизм конкретно я к нему шел трех двух построил двух спецов вот христианство основывается когда а блин тут уже не написано не почитать к сожалению тут легализм только принят во всех остальных религиях ничего кстати могу переименовать религию между прочим при большом желании раньше кстати они были связаны а сейчас я так понимаю что можно принимать хоть все из этого если легализм принял то вот так идешь типа и все гностицизм будет слушайте гностицизм дает половину науки за каждого специалиста если храмы есть то есть грубо говоря например построенный храм в риме будет давать раз два три тут мало будет пока давать тут не так много специалистов как хотелось бы так наверное гляну видите как они мало открывают то есть вот просто соседние клетки открываются и все ну ладно мне короче надо очевидно в ассирию тоже будут послать шпиона внедриться давайте тут я отойду сюда я боюсь ассирия нападет пока постою и подвожу еще один юнит так у нас так конем обратно по тг дымка все закончили три четыре закончили упражнение на колеснице сейчас следующим ходом посмотрю силу арвина я уверен что я все еще отстаю по силе меня даже смущает что у них просто юниты второго третьего уровня у ассирии уже на чем она могла прокачаться так вавилон открыли и наш амбассадор дисциплину ему прокачать или давайте давайте мудрость обучение наследника я так понимаю что это уже внучка давайте философии обучать так шахты построены очередные плюс 67 так давайте я вот этого парня здесь хочу в булаву проапгрейдить да конечно вот обратите внимание что мне что мечника ну начального там даже не мечник это воина просто воина проапгрейдить в булаву 150 стоит и уже более продвинутого юнита все равно 150 железо то есть тут наверное не стоит прям спешить с апгрейдом всех юнитов так до сих пор некого да губернаторы тут я не понимаю тут как то можно вообще ну вот реально нету не у фабиев а у юлиев нету вообще никаких вот только два живых в семье чувака один у меня канцлер другой у меня посол послать им люксы просто плюс 20 отношений так у меня вроде и так нормальная с клавдией ими чуть ухудшилась правда кстати дать городу чтобы уменьшить может в рим послать этот так а как это можно сделать вот минус плюс 2 культуры вход и минус 2 ща ну это конечно очень очень не очевидно да иконка так 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 тут конечно надо бы тоже спеца куда-нибудь вот сюда определить добавятся вот эти клетки и их обработать тогда после фестиваля пожалуй так так здесь ну по раке не знаю не хочу я по раке строить в этом городе тут слишком далеко для делать даже если я армию буду тут делать мало то что к нашему к семье не относятся так еще и вести юниты очень далеко шахту давайте может реально дороги вот попроводить по нормальному а вот тут еще шахту надо да это конечно шахтерский город все железо у меня оттуда идет так тут пошли дальше с новидейцами разбираться и лошадкой так лошадки они как вообще против кого нормально работают а просто могут атаковать у них бонуса не против каких юнитов нету да я бы где-нибудь их сзади держал наверное чтоб такие выскакивали хобана вот сюда поставлю все а блин я хотел посмотреть силу армии я уверен опять же что все сильнее намного будет написано сильнее меня ну переключайся так ассирия намного сильнее Греция намного сильнее персия персия просто сильнее о уже приятнее что-то очень быстро король египта умер очень хорошо то он там из-за него я думаю что его завалили те кто хотел альянс с римом а он ведь его считайте он его расстроил ну вот вот это здание прокачивает стреляющих юнитов не знаю как это тир его лучше обозвать не знаю так тут у нас хорошо хорошо а это к чему ведет машинеры к длиннолукам а нет к лучникам на на лошадях кстати мы давайте ее открывать у нас показать уважение чтобы улучшить отношения королева карфагена прибыла к нашему двору во время представления балзабель настаивает чтобы члены нашего правления поцеловали ее ноги ну короче у нас либо мы это делаем и минус 40 со всеми семьями но улучшаем отношения с королевой либо не делаем и у нас минус мудрость королю правда плюс харизма хм и он больше не блин нифига себе а че так сурово еще и у нас уберется еще одна харизма и одна дисциплина ну и вот вот это было бы наверное лучшим вариантом но так как нету перка райтис то не сможем выбрать так бы получили 240 военных очков ладно давайте пускай у нас по-моему 7 мини что такие отношения 148 62 да давайте любимый учитель любимый учитель ну одна внучка получает дополнительные уроки у философа либо поддержать ее ну поддержать эти обучения но она может стать сумасшедшей либо либо привлечь этого философа к нам кстати он же у нас а фабий блин я думал у нас появится человек который мы сможем в губернатора но он фабий а не юлий там юлиев нам не хватает к сожалению ладно пускай обучаем чтобы она не сумасшедшей стала прибыли посланники с подарком от короля вавилона ну посол считает что эти подарки просто типо как бы не очень классно принимать то есть если я их приму то мой посол будет разочарован мне кажется пофигу на него давайте примем улучшим отношения с вавилоном о наследница стала вдохновленной давайте глянем так это вот это и inspiring но это когда она ну не самый лучший на самом деле вариант ну да ладно что есть уже ладно так пастбище построить давайте сети строить тут кстати какой-то тоже люкс да красители тут я какого-то специалиста хотел если мне не изменяет память по-моему вот сюда хотел определить специалиста перехода перехода так там фермы строятся ну давайте а дион построим вот здесь а блин нельзя что-то в снегах не строится жаль ну 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 тогда здесь давайте да тут конечно надо серьезно еще придумывать как строить все эти районы намного сложнее чем в той же циве так хочу монастырь храм тоже можно строить ну опять же мы строим и исчезнет у нас этот миссионер храм соломона это чудо его можно построить только в святом городе но пять монет в год за каждый город который исповедует иудаизм вообще за все не только наши и город и улучшения будут давать а подождите за каждый город и улучшения даже ну наверное все таки иудейские то есть имеется ввиду за храм и монастырь например и плюс 20 процентов культуры кроме того будет каждый 20 ходов создавать ну 20 ходов маловато у нас вообще всего 200 ходов игра каждые 20 ходов будут еще миссионеры делать ммм ну сначала монастырь в любом случае давайте глянем где нам тут предлагают его устроить так понимаю что на любой клетке могу на любой клетке города поэтому поэтому а он правда дает плюс 60 процентов ага тогда а храм плюс 20 процентов от близлежащих монастырей знаете тогда нам монастырь либо здесь либо здесь надо потому что тут гроувс собственно ну плантации построены да так наверное здесь не наверное здесь монастырь построю а здесь храм потом или не исчезает потом этот миссионер ладно посмотрим так еще один барак сделан давайте наверное еще один все-таки военный город а не могу больше зависит наверное от уровня культуры мне так кажется да два два на город ну зато вот этот сможем потом строить так ладно тогда что из улучшений ну одион надо культурку повышать набежали набежали разбираемся с нумидийцами ну как бы тут еще три места под город с другой стороны есть но у меня негде поселов делать пока может зря надо было больше поселов но я конечно не успею все вот эти амбиции выполнить до смерти религию точно не распространю 20 специалистов точно не успею так как тут еще ходить кто-то может разве так давайте сюда поставим и против раненых стоим о ну а пою в лучников блин блин ну с такой армией мне кажется персы только в путь вынесут так шпиона в ассирию не персы а ассирийцы 500 и вот ну и Давайте как-то на Вавилон глянем Ну видите, тут Вавилон Зажат, кстати, у меня скоро тут берема должна быть В осьте Пойду это море исследовать тоже Кстати, надо вот эту берему У меня пока Отремонтировать А то Раненая Флот у Египта неплохой Вот этот у нас пролив Посмотреть между Бы Вообще этот канал уже практически весь проплыл Тут грек еще вверх может Да он, наверное, и селится Вот бы Ассирия с Грецией повоевала Вот это было бы круто Слишком далеко они находятся О, а что это у нас Блин, я не заметил, что Перс тут больше город не держит Надо бы сюда юнит поставить Но я думаю, сейчас его займут Этим ходом Что-то там беремые египетские На ремонт встали 64 года правит Так Прибыло предложение о браке Для короля Ну, что не принять Хотя они какие-то странные Ну, давайте просто тупую, но красивую Вот эту Так Некоторые из ветеранов Просят Поселиться колонии Подальше от войн Есть несколько Земель около Аретиума Которые Короче Сами выбирают Просто два жителя в Аретиуме Увеличить им Жалование И поставить на линию фронта Ну, я ни с кем не воюю То есть, минус 360 монет У меня очков Военных очков дофига Ну и Нет, они Войны А не фермеры Ну, давайте пускай Сами селить два жителя Че Нормально в Аретиуме Так Поможем строить Аудиум И тут Гарнизон Построим Да Одну Можем только губернатора Назначить Особо без выбора Фабиев тоже мало Видите Так Четыре губернатора сидят Тут, конечно, никаких губернаторов Так и не появилось Очень Жаль Так Продолжаем Гнобить А че так слабенько Стреляют А, потому что Минус 50% Из-за леса То есть, у нас лучники в лесу Ну, когда в лес Ну, логично Опять же Тем не менее Все равно Может, генералов Суа было Но у меня и так мало Не, ну, какие-то есть Вон, ребята Плюс 10 к атаке Плюс 12 к защите Вот этого давайте А, не могу Он уже Походили Не могу добавлять Ладно Так, стоим Тут даже в укрепление встанут Видите, приказ тратится На крит Увеличенный Прокачаем Так, а этого Это у нас Фабии Что, надо мне тут Прям так Еда Я бы, наверное, еще Барак Придите, а ты что Построил вообще? А, это я говорю Не, ну, давайте, наверное Барак построим Лучше Лечим берему А вот и берема в ости Хочу плавать Море исследовать Ну, тут точно Точно пока берем Больше не надо Давайте Последователя Построю пока Или, блин Спеца куда-нибудь Офицер Вводим Нет, давайте Миссионера Хочу Так, тут Юниты Сделались Форум Архив Не, ну, у меня юниты Нужны Юниты Строим Кстати, а то почему Я тут Булава Мэна Не могу строить Интересно Знаете, как Несколько Копейщиков Правда, они против Верховых юнитов Я не видел там У, где У того же Египта и Карфагена Чтобы были вообще Какие-то верховые юниты Да, слушайте Тут, наверное Я смотрю И колесницу Я не могу тут строить Хотя В ости и мог А в ости и мог Потому что здесь Пастбище Есть Я, очевидно В Риме Я тоже могу Колесницу Строить Да И Мэйсмэна Тоже А почему я не могу В том городе Мэйсмэн Ну, тут хотя бы Понятно Что Лошади есть А разве Мэйсмэну Требуется Что-то такое А может Это от уровня Культуры Зависеть Давайте глянем Стронг Может Более крутые юниты Девелопинг Ванте Тоже Девелопинг А, вот Мэйсмэн Блин, че Как всегда В глаза долблюсь Короче Мэйсмэна Делаем В Неаполе Я сделал Форум Давайте архив Пока Рабочего Ну, просто Тут Строить Юниты Слабовато Пока Хотя бы Давайте Вот это Доделаем Бараки И тогда Будем Юниты Строить Сейчас Четыре года Держится Дедулька Держится Нормально Все Я предпоследний По очкам Как видите У Ассирии Значит Тринадцать Городов У Греции Так Молодая Любовь Ну, короче Появились Отношения С одной Студенток Давайте Романтичным Сделаемся Лучше Наш Канцлер Мудрость Я считаю Надо Повышать Канцлеру Так Давайте Обучать Риторике Харизматичным Но Минус Две Легитимности Минус Двадцать Отношения С Юлиусом С Юлиями Или Уровень Недовольства Время На плюс Один Но с Юлиями Плюс Сорок Вообще У нас с Юлиями Зашибись Все Поэтому Давайте Пускай Минус С Клавдиями Минус Два Но у них Маловато В правлении Ведь только Шпион Сидит Так Время После Садовника Давайте Вот сюда Тоже Садовника Запупырем Потом Сюда Пастуха Так Рабочие Что дальше Рабочие Строят Давайте Повырубаем Эти Кустарники Нафиг Они мне Тут Вообще Сдались Бесполезные Просто Еще Один Рабочий В наших Границах Да Давайте Еще Виноград Так Крит Прошел Прошел Хотя Этим Тут Постою Мне кажется Генерала Добавлю Плюс Раз Сверху Исследуем Сначала Там Явно Никого Нету Но Просто Хочу Видеть Какая Карта Будет Это Это Вообще Не Показывает Какие У них Там Амбиции Происходят Либо Вот 69 Очков Это Зависит От Уровня Развития Городов И Количества Чудес Построенных Карфаген Мир С Осирией Мавзолей Греки Закончили Патриарх Файрус Лидер Зороастризма Король Заболел И Открыли Осирию Так Вот Суды Открываем Наконец Тут Еще Божественная Правление И Кодекс Так Зороастризм Распространяется Варетеуме Не Давайте Давайте Не будем Позволять Потому что Они там Получают Бонусы Распространяется Зороастризм Нафиг Надо Так Так Становится Либо Пьяным Либо Распространяем Ваше имя Ваше имя В общем Либо Либо 180 Цивиков И плюс 2 Легитимности Либо Плюс 40 Культуры В антиуме И минус 30 Недовольства Давайте Вот это Выберем Ой И мы Можем Прокачать Человек Как Губернатор Плюс 2 Цивика За культурной Легитой В данном Случа Плюс 6 Каждый Ход Да Вот это Выбернатор Остальное Для Конных Юнитов Соответственно У нас Ничего там В городе Не строится Никаких Конных Юнитов Одиум Построили Давайте Теперь Рейндж Вот тут Нам Рекомендуют То есть Тут Стреляющие Юниты Сможем Апгрейдить Фига Семас 10 Рабочих Без Дела Так Три Хода Так Будет Два Хода Отлично Я Обращаю Внимание Что Эти Все Прокачиваются Видите Уже 40 Опыта Получили Стоя А Кстати В Светилище Он 10 Опыта Получает А не 20 А Стоп Это Не Светилище Это Барак Странно Почему Тогда Он 10 Получил Мне Наверное Надо Будет Ну Блин Мне Надо Конечно Больше Этих Больше Миссионеров Так И у нас По идее Мед Уже Должен Быть Да Мед Может В Рим Посылать У нас Плюс 5 Все Так И уже Четвертого Уровня Скоро И до Пятого Как бы Нам тут Уровень Недовольства Именно В Риме Снизить Потому что Самый Большой Город Все Так В Принципе Как-то Очень Уж Повышается Уровень Недовольства Постоянно Так Тут Спица Сделали Давайте Тут Сетлера Пора Уже Так Подождем У нас Тут Рабочих Куча Два Хода Майнер Вот Эти Две Клетки Добавятся Да Ну я И суды Через Четыре Хода Смогу Строить Ну давайте Пока Переброшу Рабочих Сюда Просто Пускай Стоят Так Пока Что же Сейчас Надо Посмотреть Ага Тут Красители Наверное Карнизон Закончил Надо Кубера Сажать Один Всего Лишь Минус Двое Два Денег Ну Что Поделать Так Уже Пять Из Шести Блин Может Заменить Кого Нибудь Из Юлиев Не Ну этот Круче Канцлер Конечно У нас Который Сидит Сейчас Пока Королеву Можем Хорошо А Послом Послом У нас вообще Единственный Не хочется Канцлера Менять Неплохо Культура За каждый Город Каждая Семья Плюс Десять Отношения А это Вся Какая-то Фига Будет Наоборот Минус Одна Культура Да Что ж Так Юли Под Измельчали Кстати А в Капы Что Что у нас Это Строит Бараки И тут Бараки То есть То что Тут А тут Я хотел Гарнизон Строить Точно Вспомнил Так Эти Ребята Стоят Давайте Соберем Кустарники А Нам надо Закончить С нумидийцами Все-таки Так Лагерь Зачищен Нумидийский Принц Прибыл Был Захвачен Он Просит Правление Показать Милосердие И Не убивать Его молодого Сына В обмен На его Жизнь Отправить Их Обоих В цепях Плюс Три Легитимности Мальчика Оставить На убить Отца Мудрость Дисциплина Или Вырастить Сына Как своего Ну Или Как-то Странное Ну С другой стороны Это как бы Дополнительный Человек В правлении Получается Так Ладно Давайте Отца Убиваем Сына Оставляем Ну Хотя Промоушен Можно взять Убит Давайте Против Раненых Тоже Можно Быть Генералов Там Так Какое-то Еще Событие Интеллигентом Становится Плюс Четыре Ну Она Губернатор Неаполя Я так Понимаю Или Плюс Мудрости Шесть Процентов Нет Давайте Вот это Плюс Четыре Науки Вход Это Неплохо Так Беремый Или Блин Рабочими Все-таки Что Что там Плавать Как говорится Давайте Поможем Виноградники Лесопилочку Может Организовать Ну В принципе У меня Дерево Нормально Хватает Давайте Одион Так Тут Мы Одион Построили Вообще Тут Бы Еды Побольше Я Был Тут Ферму Сделал Тут Специалиста Посадил Добавил Вот эти Клетки Там Какой Нить Вот Тут Может Амбар Где-то Сделать Давайте Наверное Сюда На Фермы Пойдем Улучшение Фигачить А Слушайте Я же Осирию Открыл Что-то Не посмотрел Вообще Просто Иже Вон Внизу У меня Огромная Территория Карты Открылась Да Осирия Конечно Огромная Нет Это Последний Год Жизни Короля Так Молодой Мастер Плюс 120 Культуры Время Или Плюс 180 Цивиков Я бы Наверное Цивиков Взял Потому что Там скоро Законы Принимать Вот Например Тут Суд И Один Из Законов Сможем Принять Так Там Город Да Ашур Ну теперь понятно Почему Асире Никто не мешает Тут просто Грубо говоря Все соседи Через море Я так понимаю Что и Персия Там где-то Через море Находится Ну фигово Ну фигово Че Фигово Смотрите Как красиво Это столица Да Это Ашур Столица А это Что Почему Звездочка Может Святой Город Какой Блин Я вот не помню Что Звездочка Означает Столица Точно Вот где Корона Вот еще Звездочка Неневих А это может Какой-то Уровень Города Что он Как бы Очень По культуре Круто Развит Какой-то 13 жителей 13 жителей Но ни одного Специалиста Как я понимаю Но уровень Недовольства Все Второй Третий Видите Как у него А у меня тут Специалистов В Риме Уже 4 У меня 7 Жителей Например В Риме Да Да Давайте По городам Смотреть Тут Мы Что Закончили Вообще Как бы Немного Всего Можно Сделать А Не Появились Кати Видите Что мы Можем Морские Юниты Но Необязательно Чтобы Город На море Состоял То есть Достаточно Чтобы В клетках Города Было Море Или Наверное Вот этот Порт Ну не Порт Точнее Не Ну это Не порт Это же Просто Рыбацкие Лодки Так А он У нас Какой И Клавдиев Да Знаете Еще Тоже Поселенцы Я понимаю Что Долго Но нам Надо Вот эти Территории Как-то Занимать 9 ходов Я думаю Что пора Идти С теми Ребятами Заниматься Ой Ой Ой-ой-ой Так Знаете Что это Будет Больно Мне Кажется Все Все Какие-то Прокачки В данном Случа Не нужны Королеву Отправим В Генералов В Генералы Ближе Подойду Потому что У него С рядом Стоящим Одинаковым Юнитом Бонус Так Рабочие Наверное Помогу Здесь Так Тут мы Стоим Ждем Один Ход Здесь Шах Ферму И Блин Семнадцать Приказов Что-то Дофига Вообще Тринадцать Приказов Еще Остается А Ну Продолжаю Строить Юниты Ну Мне Кажется Давайте Этих Булава Мэн Блин И Умирает Наш Король Сейчас К сожалению Это было Написано Что последний Год Его И Соответственно На этом Закончу Серию Пожалуй Кейсо Великий Не выполнил Правда Ни одной Своей Амбиции Зато Закончил Амбиции Предшественника Ну И В целом Что-то Пока Не очень Да Типа Отстаю Довольно Сильно Нам Хотя бы Египет Обогнать Хотя бы По этим Очкам Да Ой Ой Вот Это Конечно Печаль Так Лидер Нумидийцев Умер Новый Какой-то Я Юнитов Потерял Прилично Ну и У нас Новый Король Валериус Новый Начнем Прохождение С ним Уже В следующей серии Спасибо Что смотрите Играйте в умные игры Всем пока Спасибо Что досмотрели До конца Я Алексей Халецкий Тот Кто сделал Это видео Пользуясь Случаем Хочу попросить Вас поставить Лайк Оставить Комментарий И поделиться Этим Видео Со своими Друзьями Или В социальных Сетях А также Посмотреть Другие Мои Видео Ссылки На Которые Вы Видите Сейчас На Своем Экране Играйте В умные Игры И всем Пока Продолжение следует